В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! На протяжении нескольких месяцев капитан судна покупал по заниженной цене некачественное топливо у одного из ростовских предпринимателей. Подробности смотрите в нашем первом материале. Сотрудники отдела номер 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области выявили факт незаконного предпринимательства. В ходе предварительного расследования оперативники выяснили, что один из местных предпринимателей на дружеской волне договорился с капитаном судна на поставку ему нелицензионного топлива. Кроме этого, он предоставлял услуги по хранению, транспортировке и заправке судна топливом без соответствующего разрешения и по заниженной цене. Транспортировку груза злоумышленник производил на собственном катере, который не имел лицензии на бункеровку. На протяжении некоторого времени работники судна заправляли его без путеводного листа и ряда других документов левым горючим. Ущерб, причиненный от противоправной деятельности, составил более 28,5 миллионов рублей. В отношении фигуранта следственной группой Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С пяти базовых станций сотовой связи злоумышленник смог снять аккумуляторы, но на шестой краже красносулинские полицейские взяли вора с поличным. В межмуниципальное дело МВД России «Красносулинский» обратился представитель одной из компаний сотовой связи. Он рассказал, что с базовых станций украли аккумуляторные батареи. Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что на днях один местный житель сдал в пункт приема металлолома украденные батареи. Оперативники задержали подозреваемого в момент совершения аналогичной кражи, но уже на другой станции. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что 38-летний ранее судимый местный житель причастен к совершению еще пяти краж. Общий ущерб от противоправных действий составил более 270 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сразу после того, как мужчина попал в ДТП и понял, что ущерб его автомобилю был нанесен незначительный, он обратился в страховую компанию и внес заведомо недостоверные сведения в документы, чтобы получить выплату в десятки раз, превышающую реальную стоимость. В дежурную часть отдела полиции номер 6 УМВД России по городу Ростов-на-Дону обратился руководитель одной из страховых компаний и сообщил о попытке мошенничества. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый попал в ДТП, но ущерб, нанесенный его автомобилю, был незначительный. Однако фигурант решил обратиться в страховую компанию по факту дорожно-транспортного происшествия с фиктивными сведениями, чтобы получить страховку в размере около 400 тысяч рублей. В результате проведенной экспертизы было установлено, что повреждения на автомобиле не соответствуют предоставленным документам и завышены преднамеренно в разы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 43-летнего местного жителя. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 примечания 5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования» и по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на совершение преступления». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А на минувшей неделе в Ростове-на-Дону полицейские пресекли в одном из ресторанных комплексов работу подпольного игрового заведения. Сотрудники отдела номер 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области выявили факт незаконной игорной деятельности на территории города Ростова-на-Дону. Полицейские пресекли работу подпольного игрового заведения, которое располагалось в одном из ресторанных комплексов. По предварительным данным, злоумышленник систематически предоставлял одно из помещений для проведения азартных игр вне игорной зоны, где находились игровое оборудование, а также кейсы с фишками. В отношении фигуранта Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организации и проведение азартных игр». На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Исключительно золотые украшения интересовали злоумышленника, который проник в домовладение. Чем закончилась эта история? Смотрите в нашем материале. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что после того, как вернулся домой, увидел настиж открытое окно, которое он утром перед тем, как выйти, закрывал. Осмотрев свое домовладение, он понял, что у него пропали золотые украшения. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. В тот день злоумышленник, убедившись, что хозяин дома отсутствует, вскрыл окно и вынес золотые украшения практически на 80 тысяч рублей. Похищенный фигурант сдал в ближайшем ломбарде, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленница, воспользовавшись доверчивостью молодого человека, попросила у него сотовый телефон, а затем скрылась с ним на виду у потерпевшего. В отдел полиции номер 7 УМВД России по городу Ростов-на-Дону позвонил молодой человек и сообщил о том, что встал жертвой мошенницы. Мужчина в тот день отдыхал на лавочке, когда к нему подошли парень с девушкой. Между ними завязалась непринужденная беседа, в ходе которой молодая особа попросила у заявителя сотовый телефон, чтобы позвонить маме. И постепенно стала отходить от лавочки, а затем и вовсе скрылась, как, впрочем, и ее приятель. Сотовый телефон они успели продать, а деньги потратить. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнюю ростовчанку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Ростовской области полицейские задержали наркокурьера из Липецкой области, у которого обнаружена крупная партия наркотиков. Подробности в нашем сюжете. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками из ОМВД России по Мясниковскому району задержали 31-летнего жителя Липецкой области, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков. При личном досмотре у него было изъято около 300 граммов порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим средством мифедрон. Как выяснили полицейские, злоумышленник получил крупную партию наркотиков, расфасовал и сбыл ее бесконтактным способом, оборудуя тайники закладки на территории Ростовской области. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли телефон и компьютерную технику. В ходе осмотра места происшествия изъято свыше 50 полимерных свертков, помещенных в тайники закладки. Экспертиза показала, что изъятая также является мифедроном, масса которого составила около 6 килограммов, что является особо крупным размером. По версии следствия, задержанный работал курьером и прибыл в Ростовскую область из другого региона специально для совершения противобравных деяний. В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и пункта Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также злоумышленник подозревается в совершении преступления части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают место, откуда наркокурьер получал наркотические средства и иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по указанному на экране телефону. А на сегодня это все новости. Будьте внимательны и добры к друг другу. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова